Почему хорошие люди плохо живут? Почему многих хороших людей истребили? Почему, так сказать, у них проблемы с судьбой, с деньгами? Вот негодяи и мерзавцы хорошо живут. Я на это отвечал так, что у нас есть... Душа имеет огромную инерцию. И великолепный, прекрасный человек, добродушный и всё. Он внутри может выглядеть совершенно по-другому. Если он что-то там где-то неправильно себя вёл, сейчас он уже на правильном пути, но это ещё не означает, что его душа за ним идёт. Это первое объяснение. Есть ещё одно объяснение. Великолепный, хороший человек по отношению к людям может быть отвратительным по отношению к Богу. Потому что если он обожает, так сказать, любимую женщину, если он преклоняется перед своими любимыми родственниками, но он готов будет убить любого, кто оскорбит или тронет любимого человека, это означает, что он не видит божественной воли, что он отказывается её принять категорически, что у него главный объект любви – это не творец, а любимый человек. И вот такие добрые, прекрасные люди умирают от рака, у них распадаются семьи, у них разваливается судьба. Почему? Потому что в Ветхом Завете написано «Бог ревнитель». Это означает, ты должен Бога любить сначала, а всё остальное потом. Если ты это правило не соблюдаешь, у тебя будет проблема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...